Реставрационная мастерская наследия Итак, друзья, мы на стенде «Алкотель» и общаемся мы с коммерческим директором «Алкотель России СНГ» Андреем Сергеевым Добрый день, Андрей! Добрый! Рад вас видеть уже во второй раз. Помню, что мы на Ифа в 2015 году уже общались и, насколько я помню, был хороший отклик с точки зрения интерактивности. Вот, скажите, пожалуйста, что показал «Алкотель» и почему теперь только «Алкотель»? А куда делся «Вантач»? Ну, все-таки, поэкспериментировав немного с названием, вот, мы решили, что все-таки наше происхождение, оно более понятно потребителю, вот, поэтому мы теперь просто «Алкотель», вот, но в новом дизайне, в более свежем, более современном. Мне нравится на самом деле. А что касается гаджетов? Что касается гаджетов, ключевые продукты, которые мы представляем на этой выставке, это два смартфона «Айдл-4», вот, один с диагональю 5,2 дюйма, другой с диагональю 5,5 дюймов. Собственно говоря, какие здесь две, наверное, ключевые фишки у этих девайсов? Значит, безусловно, мы можем, если будет желание, пройтись подробнее там по характеристикам, но основные вещи – это вот эта вот кнопочка «Бум», которая может показаться кнопочкой включения. Да. Но это не так. Кнопочка включения находится здесь. А кнопочка «Бум» здесь. А это кнопочка «Бум» здесь. А это кнопочка «Громкость». Вот так вот, да? Значит, что, собственно говоря, делает вот эта кнопка? В зависимости от того, в каком режиме используется это устройство, какие приложения используются в тот или иной момент, она может усиливать те или иные характеристики, будь то экран или, например, звук. А что значит «усиливать экран»? Ну, вот, например, вот здесь можно ее настраивать. Вот, то есть, вот, например, мы сейчас нажмем «Activate Boom Effects», и теперь, я думаю, у нас она должна сработать. То есть, экран становится ярче, появляется плавающий виджет погоды. И таких режимов несколько, в зависимости от того, как мы пользуемся. В зависимости от погоды он меняется? Да. Более того, там можно настроить определенные эффекты, то есть, вид замороженного смартфона зимой или, например, цветущих каких-то растений летом. Круто. Вот, то есть, это достаточно такая интересная фишка, которая позволит получить более положительный опыт использования устройств. Если со звуком, что делает эта кнопка? Например, мы слушаем с вами какой-то сборник. Допустим, вначале идет спокойная композиция, а потом идет композиция, которую мы хотим как-то дополнительно прокачать. Сейчас мы нажимаем на эту кнопочку, и у нас более насыщенные басы. А, то есть, работать с аквалайзером получилось? Совершенно верно, да. Потом, например, мы с вами играем в какую-то игру. У нас процессор работает в неком своем режиме оптимально-среднем. Но именно в этой самой игре нам требуется максимальный уровень работы процессора. Мы нажимаем на кнопку, и он работает на свою мощность. Сколько времени работает в режиме бум, или он переходит до того момента, пока мы ее снова не нажмем? Вот в этом, собственно говоря, вот я сейчас покажу, как это у нас работает. Вот мы, допустим, нажали на кнопочку с вами. У нас активировался бум-эффект. Здесь в меню у нас с вами появляется сообщение, уведомление. И здесь есть turn-off, выключить. Мы можем этот эффект просто выключить. То есть до тех пор, пока он нам нужен, он продолжает работать. В общем, верно. Значит, следующая фишка, которая сопровождает эти устройства, это шлем виртуальной реальности. В аппарате 4S, который 5,5 дюймов, этот шлем будет выступать упаковкой. Идет в комплекте? Да. Упаковка, в смысле, в коробке будет лежать сразу же. Совершенно верно. А шлема внутри будет аппарат. Более того, вот этот вот шлем, он представляет из себя коробку, в которой будет лежать смартфон. Вот здесь, наверху. И, безусловно, можно использовать этот смартфон в комплекте с этим шлемом виртуальной реальности. Андрей, пока мы не перешли к шлему, все-таки у меня к вам вопрос, чуть-чуть пройтись по характеристикам. Экран 5,2 дюйма здесь. Full HD. 5,5 дюйма здесь. Здесь у нас Full HD. И, если я не ошибаюсь, это IPS у нас матрица. IPS, да. И там, и там IPS матрица стояла. Ага. А здесь экран разрешения 2К. Оперативная память. Оперативная память у этого аппарата у нас полтора, нет, 2 гигабайта. Два. А у этого аппарата три. Три. Так, а постоянная память? Значит, встроенная память у нас идет 32 гигабайта. Угу. Есть слот расширения для карты памяти. И у того, и у другого аппарата. Версия с двумя сим-картами. С двумя сим-картами, возможно, в перспективе. И, возможно, там будет второй слот, который для сим-карты, либо для карты памяти. Ага, гибридный слот. Да. Понятно. То есть, по умолчанию эти устройства выйдут с одной сим-картой. Да. Когда ожидаются они в продаже? В продаже они ожидаются в июне месяце. Угу. Обе. Мы коснулись шлема. Как он называется? Это алкотель VR какой-нибудь? Нет, из специфического названия, да. То есть, это просто VR, да. Потому что возможность его продажи, как аксессуары, она нами еще пока рассматривается. Вот, я думаю, это вопрос там нескольких ближайших недель. Соответственно, как только мы примем решение об этом, будет обязательно название сопутствующего аксессуара. Это сейчас актуальные флагманы на 16-й год, правильно я понимаю? Да. По поводу цен можете сориентировать? Значит, предполагаемая цена, сами понимаете, сейчас время достаточно неблагодарное. Давайте представим, что курс не изменился по состоянию на июнь месяц. Значит, устройство IDLE 4, оно у нас предполагается в цену 19,990 в розницу. Устройство 4S 34,990. А по процессорам? По процессорам, в устройстве 5,2 у нас стоит Snapdragon 617, в устройстве 5,5 Snapdragon 652. То есть, оба аппарата Qualcomm, естественно, поддерживают 4G. Насчет камер? Насчет камера в этом девайсе. У нас 13-мегапиксельная камера основная и 8-мегапиксельная фронтальная. У этого аппарата 16-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная камера фронтальная. Вот, кроме того, мы поработали над софтом, который обрабатывает изображение, потому что мы с вами прекрасно знаем, что зачастую именно софт играет самую ключевую роль. И, в принципе, первые результаты, которые у нас есть, они, в общем-то, показывают результат весьма неплохой. Я читал некоторые обзоры, не могу сказать, насколько они там релевантны или нет, но вот этот аппарат сравнивают с Galaxy S6, что, на мой взгляд, вполне неплохо. По поводу материалов корпуса. Значит, корпус стеклянный и у того и другого аппарата с металлическим ободком. Это тоже стекло сзади? Да. И там тоже? Да. Оба стекла, если не ошибаюсь, у нас Dragon Trail. Вот, поэтому... Защита от царапин? Не бросать. Понятно, но тем не менее. Определенная степень защиты, она прощается. И я вижу, вот тут большое количество аксессуаров представлено. Значит, здесь, да, пока у нас представлено два чехла книжки. Это не просто чехлы, то есть здесь есть то, что мы уже видели, допустим, вот в таких компаниях, как HTC в чехле, HTC Dots. А, точечки, да. То есть возможность отвечать, например, на звонки, то есть здесь есть определенный интерактив. Прямо сверху? Да, совершенно верно. Выглядит, кстати, очень-очень красиво. Помимо двух этих флагманских решений, есть ли какие-то еще смартфоны, которые вы представили на MBC? Да, мы представили обновленную линейку смартфонов серии HOP. Вот, это смартфоны среднего ценового сегмента. Вот, там у нас два устройства, точнее, даже их три. Устройство 5 дюймов, устройство 5,5 дюймов. И устройство 5,5 дюймов, которое имеет сканер отпечатков пальцев и поддерживает LTE категории 6. То есть там с процессором Mediatek Helio B10. То есть это даунгрейдовая версия от X10, но единственное от Mediatek, который поддерживает LTE категории 6. Собственно говоря, это такой продукт, который скорее направлен для операторов, потому что LTE категории 6, в общем-то, то, что должно у нас в этом году продвигаться. А цена какая будет на это устройство? Значит, для, вот, собственно говоря, если мы идем сверху вниз в этом случае, да, то вот для устройства с LTE категории 6 17 990. Обычный POP 5,5 дюймов у нас будет стоить 13 990. И 5-дюймовый аппарат 9 990. Аппараты без категории 6 имеют экраны HD. Аппарат с категории 6 Full HD. HD аппарат 5,5 дюймов. Там будет поддержка CAD-4, например, LTE, или он только в 3G будет работать? LTE, все аппараты LTE, то есть аппаратов 3G нет вообще. А, ну, понял. То есть LTE будет, но просто скоростной LTE кат-6 будет только в самой старшей версии. Да, будет только в самой старшей версии. Ну, я, наверное, не буду уточнять, что здесь тоже кат-6 присутствует. Кат-6 присутствует в версии 4S. И вот версия 4 у нас поддерживает кат-4. Ага, то есть здесь будет кат-4, здесь кат-6 и кат-6 в старшем POP. А как будет называться? Они как-то по цифрам будут отличаться или просто Alcatel POP и все? Да, будут Alcatel POP в 5 дюймов, Alcatel POP в 5,5 дюймов. Alcatel POP в 5,5 дюймов он будет у нас, скорее всего, брендироваться тоже с буковкой S. А, то есть POP 5,5 S. Да, поскольку он у нас ожидается в конце июня ориентировочно, вот, я думаю, что мы еще подумаем поставить там S, а может быть и плюс. Ясно, то есть название до конца не сформировано. Ну, что, вполне исчерпывающе спасибо большое. Я надеюсь, что все вопросы мы задали. Спасибо большое, Андрей. Удачи вам. Честно говоря, мне все больше и больше нравится Alcatel с каждой выставки. Ведь если раньше это были середнячки аппарата начального уровня, в которых компания себя чувствовала весьма уверенно, то новый Alcatel 4S с 2К-экраном и мощной начинкой, сделанный из стекла и алюминия, который стоит в два раза дешевле флагманов топового эшелона, ну, смотрится очень недурно. Особенно, если действительно будет комплектоваться вместе со шлемом виртуальной реальности. И это круто. До свидания. Продолжение следует...